МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель отдела продаж новых автомобилей Мазда Карина Рутинова. Руководитель отдела по продаже автомобилей с пробегом группы компаний «Важная персона авто» Семен Савченко. Начнем, пожалуй, с вопроса, как, в принципе, обстановка на рынке автомобилей. Вы знаете, в связи с текущей ситуацией из-за пандемии, безусловно, поставка автомобилей на российский рынок в 2020 году сократилась. Если мы говорим про тот бренд, который представляю я, про Мазда, у нас в автомобиле производство все-таки Японии, с досборкой в России, во Владивостоке. Поэтому эта ситуация на нас тоже отразилась. Продажи Мазда в этом году упали по России, если мы берем порядка 10-12%, несмотря на очень высокий покупательский спрос. У Семена же, наоборот, на автомобиле с пробегом появилось, как я понимаю, больше спроса. Да, мы достаточно большую часть тех автомобилей, тех клиентов, которые не дождались свой автомобиль новый, взяли на себя. И поэтому мы почувствовали сильный прирост, рост на автомобиле с пробегом, пока это продолжается. Пока о каких-то конкретных цифрах говорить еще рано, но уверена, скажу, что да, люди стали покупать значительно больше машин с пробегом по сравнению с предыдущими годами. А с чем вообще связана такая обстановка, Давид Ильич, что мы больше с пробегом стали покупать? Это объяснимо. Но чтобы объяснить эти вопросы, надо как бы расширить нашу сферу влияния и охватить достаточно большие, скажем так, если не всю экономику, хотя бы несколько отраслей. Все прекрасно понимают, что автомобилостроение – это важнейший отрасль экономики. Не просто машиностроение, а экономики. Соответственно, мы должны помнить, что все новации, которые создаются в технике, в технологиях, они как раз отражение находят в том числе и в автомобилостроении. И, соответственно, автомобилостроение является важнейшим показателем роста и развития экономики. И вот, соответственно, мы привыкли, когда у нас экономика развивалась более-менее нормально, потому что эти данные в этот раз работают бесперебойно и как бы не задумывались о том, а что если вдруг. И вот этот «если вдруг» наступил. И, соответственно, мы поняли, что в целом наша экономика достаточно серьезным образом пострадала из-за коронавируса, так же, как и вся мировая экономика. И здесь свою, в кавычках, «лепту» внесла и, соответственно, автомобильная промышленность. Многие почувствовали, что данная отрасль, с одной стороны, недооценена с точки зрения экспертов, и, с другой стороны, недооценена с точки зрения аналитиков. Дело в том, что так как эта отрасль объединяет, как я уже сказал, различные отрасли, мы должны очень тщательно эти тренды рассматривать и эту взаимную связь между различными отраслями уловить, чтобы в следующий раз мы таких ошибок не допустили. А если конкретно к автомобильной отрасли мы вернемся, да, убытки мы получили в определенном смысле, но эти убытки были связаны с незнанием ситуации, и по времени это можно отнестись, ну, где-то конец марта, начало апреля, конец марта, апреля, когда вся страна перешла вот так, поголовно перешла на домашнее, как бы сказать, обитание, и имела место и растерянность, прекратили поставки, заводы остановились, и, соответственно, исходя из этого, потом летом, в начале лета, и до сих пор мы иногда решаем те вопросы и ошибки, которые были допущены тогда. Поэтому в данный раз еще о себе не заявила, скажем так, как нас еще ждут очень интересные моменты в дальнейшем. Я думаю, что в рамках этой передачи или там дальше мои коллеги-аналитики тоже вернутся и свое внимание уделят этой отрасли. А какие автомобили сейчас вообще в топе продаж? Да, может быть, седаны, внедорожники, хачбеки? Вы знаете, давно нет такого понятия, оно исчезло, что седан, например, лучше, чем внедорожник, паркетник, либо наоборот. Каждый выбирает по своим потребностям. Если мы говорим в рамках бренда Мазда, то у нас, безусловно, лидером по продажам является кроссовер CX-5, потому что он отвечает по всем потребностям как большой семьи, так и одного водителя, если только он будет эксплуатировать автомобили. В автомобилях с пробегом, наверное, такой обусловленности нет. Да, сложно выделить какую-то определенную модель. Во-первых, у нас достаточно большой парк автомобиля. Мы охватываем большой сегмент, да, там, от эконом до премиум-класса. И выделить какую-то одну модель невозможно. Но вот каждый автомобиль находится у покупателя достаточно быстро. Ну, понятно, что, скажем так, наверное, тут больше разделить по ценовому, может быть, сегменту, нежели чем по конкретной модели. А какой сейчас ценовой сегмент, да, самый такой ходовой? Он всегда плюс-минус, скажем так, самый ходовой. Это в рамках, скажем так, до полутора миллионов, если это мы рассмотрим автомобиль с пробегом. Но это, наверное, больше касается именно нашего региона. А в чем вообще преимущество нового автомобиля, да? Ну, когда вы покупаете новую машину, во-первых, у вас всегда есть выбор. Выбор, что купить. У вас есть выбор цвета, выбор опционала. Плюс, покупая новую машину, вы можете спрогнозировать ваш дальнейший бюджет. Потому что покупка состоит не только из первичной покупки машины, но и из стоимости владения данного автомобиля. И приобретая машину новую, конечно, вы себя страхуете от каких-то незапланированных, но возможных трат. Но, тем не менее, автомобили с пробегом тоже есть свои определенные преимущества? Да, безусловно. И, наверное, первое, что можно выделить, это цена. Но также надо не забывать, что многие покупатели не знают, что покупая автомобиль с пробегом, он также может быть на гарантии. Это продленная гарантия от производителя или продленная гарантия от дилера. Поэтому, покупая автомобиль, также можно быть в нем уверен, как и в новом. Ну, если говорить о продленной гарантии, да, то она тоже распространяется на автомобиле с каким-то определенным возрастом, скажем так, да? Да, там есть определенные категории, определенные требования к автомобилю, которые выставляет дистрибьютор. Но также есть и остальные, скажем так, мультибренды, остальные программы, которые помогают расширить не только те бренды, которые мы представляем, но и остальное весь, скажем так, сегмент автомобилей мультибренд на эту продленную гарантию. А какие чаще всего требования предъявляет покупатель к автомобилю? Вы знаете, здесь, наверное, покупая автомобиль как новый, так и машину с пробегом, покупатель предъявляет самое важное требование, скорее всего, не к самой машине, а к самому процессу приобретения, к самому процессу сделки. Сделка должна быть прозрачной и чистой для клиента. Клиент должен понимать, что он покупает машину у проверенного партнера. Не участника, где, возможно, неправильно будут оформлены документы, неправильная и недостоверная информация будет ему предоставлена, а именно у проверенного надежного партнера-дилера. Д. Ильич, если говорить об обстановке, какие с экономической точки зрения у населения предпочтения? Все-таки автомобиль с пробегом или все-таки новый? Д. Хороший вопрос, хотя мои коллеги сегодня частично ответили уже на этот вопрос. Каждый человек сам выбирает, что он хочет. Еще каждый человек выбирает качество именно в том ценовом диапазоне, что он способен заплатить. Соответственно, современный автомобильный рынок почти предоставляет, то есть все пожелания мы готовы удовлетворить. Дело в том, что я, например, по своему характеру, я всегда машину, когда покупаю, я постараюсь, не стараюсь, а это всегда так, я приобретаю всегда новые автомобили. Мне неприятно сесть за рулем автомобиля, который до этого кто-то эксплуатировал. А есть люди совершенно другие, которые наоборот, они никогда не покупают новые машины, потому что считаю, что машина, которая новая, как только ты выезжаешь за ворота салона, уже от 50 до 100 тысяч цена падает. Лично слышал такой стереотип? Безусловно, это очень устойчиво. Это еще с 70-х годов. А это стереотип все-таки, или доля правды в этом есть? Это стереотип, потому что если с технической точки зрения, то никакого падения цены не происходит. Это всего лишь такое психосоматическое состояние, как врачи говорят. Соответственно, к этому надо относиться именно так, спокойно и без всякого. Зато ты приобретаешь ты первый в этой ситуации. Что касается того вопроса, какой автомобиль лучше, опять-таки, как раз ответ такой, что каждый выбирает сам. Плюс есть и там, и там. Новый автомобиль, это, соответственно, совершенно новые качества. Но новый автомобиль еще, как говорится, должен себя проявить. Как он себя поведет? Поношенный автомобиль, или такой бывший употребленный автомобиль, в принципе, он уже свой характер проявил. И покупатель, если ты покупаешь это у владельца, он может о характере этой машины рассказать, и, соответственно, о всех болячках, плюсах и минусах. Ну и, конечно же, более низкая цена. Об этом тоже надо обратить внимание. А вот с экономической точки зрения, это уже третья часть вашего вопроса, мы сейчас столкнулись с интересной ситуацией. Опять-таки, я хочу во времени и пространстве это рассмотреть. Конец марта, апрель месяц, тотально упали продажи. Заводы остановились. Европа и весь мир не поставляют, потому что часть стран оказались под санкциями, а часть там тоже закрыли людей на коронавирус. Соответственно, серьезные потери получили наши дилеры, безусловно, и наши заводы, которые работают на импортных комплектующих. В начале лета, как бы ситуация сравнялась, как бы поняли, где ошибки были допущены, потом разрешили чуть-чуть ослабить ситуацию. В конце лета, это статистика, в конце лета, в августе, рост продаж чуть-чуть пошел вверх, по различным данным, до 2% примерно. Я думаю, что даже чуть больше, потому что тут идет перестраховка, чтобы не было статистической ошибки. Дальше, в сентябре, просто все удивились, продажи повесились примерно от 15 до 25%. Я вас немного перевью, мы сейчас должны уйти на короткую рекламу, дальше вернемся к этому разговору. Это программа «Тема дня». Мы возвращаемся к нашему вопросу. Перед выходом на рекламу, Давид Ильич, Вы сказали, что более-менее рынок стабилизировался к лету. Я продолжу. И в конце, вот еще до конца года осталось месяц небольшим. Я основываюсь на собственных исследованиях и, соответственно, на мнение экспертов других. Я хочу сказать, что этот год для автомобильного рынка будет не таким трагичным, как это могло показаться в начале года. Я думаю, что в абсолютном выражении мы выйдем на те же продажи, что и в прошлом году. Но другой вопрос, если мы посмотрим там внутри структуру, там уже понятно, а какие машины? Наши сборки или зарубежные сборки? Декады и бренды вообще ушли. Сейчас некоторые хотят вернуться. А это для российской экономики хуже, когда уходят бренды. Потому что вернуться, это тоже стоит денег. А потом, как этим воспользовались наши производители? Дело в том, что когда конкурент уходит, это прекрасный шанс внутри развить производство и удовлетворить имеющийся спрос. Воспользовались ли наши производители, АвтоВАЗ в частности, и другие, это и, как бы сказать, плюсом. Это тоже вопрос, это тоже требует анализа, но это чуть попозже. Ну и, конечно же, мы столкнулись в начале года с таким понятием, как отложенный спрос. В экономике это очень интересное явление. Вот этот отложенный спрос дал свой эффект как раз в конце лета, в сентябре, и сейчас дает. Дело в том, что у людей деньги именно на руках. Наши люди финансовых структурам не доверяют, и поэтому держат, как говорится, у себя под рукой, и наш народ еще рассматривает имеющиеся деньги, пусть даже небольшие, к покупке машины видит способы инвестиций. Это тоже наша абсолютно такая ментальность национальная. Поэтому с этой точки зрения исследовать автомобильный рынок потом, когда это все закончится, очень интересное занятие. А вы как считаете, это все-таки капиталовложения выгодные? Да. Как ни странно, это выгодные, потому что для того, чтобы поверить в мои слова, я сейчас прямо на пальцах, как говорится, объяснил. Буквально в этом году наша национальная валюта обесценилась более чем на 30%. Вот это резкий скачок, все помнят, от 33 до 63, а дальше сейчас этот еще продолжается. И вот смотрите, дело в том, что покупать в рублях автомобиль, который стоил до этого, допустим, 1,5 миллиона, сейчас тоже пока стоит, или стоило, опять-таки, 1,5 миллиона. Соответственно, если бы те деньги до повышения, до девальвации рубля, скажем так, обесцененной рубля, это стоило, это было одно долларовое выражение, то после этого долларов стало значительно меньше. Соответственно, а рублевая масса осталась той же самой. Если бы человек эти деньги положил бы под депозит в любой банк, ну, банк сколько может сейчас дать депозит? 4, 5, 6 процентов, ну, может быть, 8 процентов, а там девальвация произошла в размере 30 процентов. Разница очень большая, соответственно, а полезные свойства и, соответственно, качество в автомобиле осталось то же самое. Пока не произошло серьезное подорожание, люди пришли к выводу, что надо, имея наличность в кармане, рублевая наличность, я подчеркиваю, именно рублевая наличность, лучше вложить в автомобили, и это хорошие инвестиции. А у кого были в долларовом или другой валюты, соответственно, они спокойно могли бы жить и наоборот, они при обратном переводе они тоже выиграли. Поэтому это действительно определенный способ спасения своих денег. А что, как сейчас чаще всего оплачивают покупку автомобиля? Кредитные средства или же это наличные? Вот знаете, как раз в продолжении за счет обесценивания рубля все больше и больше люди стали покупать автомобиль в кредит, потому что пропала необходимость делать какие-то накопления, чтобы купить например, ту комплектацию, которую хочется, или прям сам автомобиль, который вы изначально желали. Плюс приобретая машину в кредит, сейчас мы делаем более выгодное предложение, нежели за приобретение в наличные. ко всему прочему банки предлагают очень низкие процентные ставки, и к тому же есть возможность сгостить кредит досрочно, как полностью, так и частично, поэтому у человека пропала необходимость подкопить и отложить свою покупку. Вы подкопите, отложите, к этому моменту стоимость автомобиля опять вырастет и придется опять копить. Легче взять кредит под низкую ставку процентную и купить сейчас то, что вы хотите без удорожания. А что касаемо автомобилей с пробегом, как здесь обстоят дела? Здесь также можно продолжить эту тему, что люди, скажем так, также умеют считать свои деньги и правильно их вкладывать в автомобиль и не бояться в кредит. Плюс на автомобиле с пробегом, так же, как и на новой, сейчас тоже очень хорошие предложения по кредитам, также мы делаем встречные предложения на покупку автомобиля, какие-то дополнительные выгоды, поэтому доля рынка, она, конечно, не такая большая, как по новым, но все-таки она уверенно растет уже где-то к 40% даже, можно сказать, приближается людей и берет в кредит. Пока еще, скажем так, в нашем направлении чуть-чуть больше наличных, но эта тенденция очень сильно растет и заметно с каждым месяцем. Тем более, насколько мне известно, банки, они же предлагают какие-то еще определенные программы, да, у кого дети, первый автомобиль. Очень много банковских программ и у нас в дилерском центре представлено порядка 12 банков и когда клиент приходит нам с желанием купить машину, мы всегда отправляем заявку во все банки, чтобы потом человек мог выбрать наиболее приоритетную для него программу, наиболее выгодные для него условия покупки автомобиля в кредит. Что касаемо, есть такая услуга трейды, она сейчас повсеместно в последние годы пользуется популярностью? Это очень популярная услуга, потому что, наверное, это основная услуга, за счет которой клиент может получить большую выгоду при приобретении нового автомобиля у официального дилера, сдав свою машину в трейд-ин. Здесь много, скажем так, можно про это говорить. Во-первых, это и выгоды финансовые, то, что сказала Карина, а также, первое, что получает клиент, это удобство. Это, скажем так, работа в одно окно, ты перешел, все на месте, сразу оформил, никуда ходить больше не надо. Это прозрачные сделки, удобство. Ты все это можешь делать в одном месте, не надо сейчас ни в ГАИ обращаться, то, что для людей важно, время. Сейчас же все больше, скажем так, борются именно за свое личное время. Ты пришел, оценил, получил правильный пакет документов, то, что для людей важно, то, что не всегда это можно сделать самостоятельно на стороне. Поэтому, скажем так, ну, уходим в комфорт человека, то, что он получает не только выгоду, но и удобность. За несколько часов можно приехать в салон, сдать свою машину и уже уехать из салона на новом автомобиле. Не нужно показывать свою машину, которую вы хотите продать, чтобы купить новую машину. Не нужно делать мойку, полировку, показывать ее разным людям на улице, в дождь, в снег. Вы приехали, зашли в теплый, чистый салон светлый, к вам подошли менеджеры отдела автомобиля с пробегом, взяли у вас ключи, документы, все подготовили, подошли, рассказали, показали, помогли подписать документы, подходит менеджер автомобиля новых, тоже сам, такая же абсолютно процедура уже по покупке нового автомобиля, и все, через два часа вы выезжаете уже на новом автомобиле с правильным юридически чистым пакетом документов. А дальше вы реализуете эти машины, которые проходят по трейдину, и опять же, человек их покупает, какие здесь преимущества? Преимуществ много, первое, это гарантия автомобиля. У нас с пробегом. С пробегом. Все автомобили мы проводим тщательную диагностику. В нашей группе компаний четыре бренда, такие как Toyota, Lexus, Mazda и Hyundai. У каждого бренда есть свои особые требования к проверке автомобиля, поскольку они дают дополнительную гарантию, продленную гарантию. Мы объединили все эти четыре анкеты, диагностики в одну, и проверяем автомобиль по более ста пунктам, чтобы он соответствовал всем нормам. Также это идут юридические проверки автомобиля. Поэтому, продавая автомобиль, мы можем рассказать практически всю историю, как им владели до. Плюс это послепродажная подготовка автомобиля. Машина проходит полировку, химчистку, мойку, если требуются козовные работы. Поэтому человек может получить готовый автомобиль, плюс он будет знать всю историю автомобиля, что было до. Не каждый продавец покупателя может рассказать даже честно про свой автомобиль. Мы же в свою очередь все это расскажем, даже сейчас можно показать. И опять же, когда человек покупает у официального водилера машину с пробегом, он здесь тоже застрахован от дальнейших нежелательных каких-то своих финансовых вложений, потому что менеджеры отдела автомобиля с пробегом предоставляют, как говорил Семен, всю историю данного автомобиля. А если в автомобиле какие-то есть недостатки, человек пригнал машину, хочет ее реализовать по трейдину, но у него есть какие-то недостатки в автомобиле? Ну, да, такое, к сожалению, часто случается. Вы же устраняете? Мы их устраняем, да, скажем так, от этого, конечно, может влиять цена на автомобиль, но в этом случае, скажем так, включаются поддержки на автомобиль, которые есть, что человек все равно выгодно сдать. В данном случае после мы подготавливаем, как я сказал ранее, что машина проходит диагностику, мы являем все недостатки, которые есть, и машину продаем только в готовом виде. Это и техническая, и кузовная, и юридические проблемы. Мы все снимаем, все подготавливаем, и машина выходит в продажу уже абсолютно готова. Смотрите, в течение года, да, у вас где-то продажи бывают больше, где-то меньше. Какие обычно месяцы рост, да, когда наоборот как-то потише? Вы знаете, давно нет такого, опять же, давно нет такого понятия, как сезонность в продажах. Безусловно, продажи чуть растут перед какими-то праздниками, например, в предновогодние дни, потому что подарок, это, ну, самый лучший подарок, это, наверное, машина на любой праздник. Больший, если так можно выразить, спад в продажах, конечно, приходится по новым автомобилям на январь, скорее всего, потому что, потому что люди в основном хотят первую декаду января провести с семьей, с друзьями, возможно, кто-то уезжает за город. В принципе, город пустеет во всех сферах бизнеса, во всех сферах продаж, наверное, это более низкий по продажам месяц, а в остальные месяца такого уже давно нет. Дарья Ильич, это ваше мнение по поводу этого, да, это действительно так? Дело в том, что я хочу затронуть еще вопросы Триедина, о котором коллеги говорили. Безусловно, надо помнить о том, что однозначно все автолюбители не будут пользоваться Триедином и однозначно все будут пользоваться Триедином. Люди разные, как было сказано Семеном, допустим, если ты хочешь без проблем и не затрачивай время для некоторых времени очень большой ресурс и, соответственно, очень ценит свой ресурс, он, безусловно, будет этим пользоваться. Что касается людей, у которых есть некое червь сомнение в том плане, что все-таки мне, я могу сам продать это дороже, чем предлагают и сомневаются в искренности оценки в салонах своей машины, то, соответственно, он будет это делать сам. Безусловно, наверняка, он может это чуть подороже продать. Но, опять-таки, он затратит на это время, он затратит на это свою энергию. Потом у него будет проблема найти клиента, потому что клиент тоже не будет уверен, чистая ли это машина. Одно дело, когда ты это покупаешь в салоне. И, соответственно, для многих очень важно как раз в каких условиях ты это все делаешь в чистоте, в тепле, когда тебе окружают очень симпатичные люди и, соответственно, все эти свои вопросы они берут на себе и решают эти проблемы. Это чрезвычайно важно. За триедином будущее. Только надо это более четко развить и более там еще у нас, к сожалению, не на таком уровне триедин, как в западных странах и в восточных странах сейчас. У нас есть куда расти. Я вот коллегам обращаю, что нет предела совершенствования. Мы уже достигли 60%. Но у вас еще 40% впереди, которые надо отдавать другим. И вторая часть вопроса это как раз сезонность. Все-таки сезонность присутствует. Но, конечно, не такая сезонность, как, допустим, продажи пива или мороженого, но сезонность есть, безусловно. Но это для автомобильного рынка не проблема. Это, скорее всего, есть время для того, чтобы чуть-чуть остановиться, подумать и дальше уже приступить к дальнейшим более правильным решениям. Это не так заметно, как в других отраслях. Есть ли сейчас вообще, в принципе, дефицит новых автомобилей вот именно сейчас? Есть ли очередь на новое авто? Вы знаете, я бы не назвала это очередь, я бы назвала это срок ожидания. Клиент всегда может прийти к наш дилерский центр и купить машину из наличия. Но это будет тот автомобиль, который уже произведен, уже в определенном цвете, уже в определенной комплектации. Очень часто человек хочет заказать машину под себя, опять же, в определенном цвете, с определенным опционалом. И тогда, безусловно, создается период ожидания, когда мы закажем конкретный автомобиль под конкретного человека на заводе. Но точно человек будет знать, что эта машина собирается, полный цикл производства идет именно под этот заказ. И, конечно, тогда срок ожидания есть. И в связи с пандемией он немного увеличился. Порядка одного-трех месяцев сейчас. Если мы заказываем машину на заводе под определенный заказ под определенного клиента. А какие вообще новинки ждут покупатели в следующем году? Вы знаете, как раз в Мазде будет новинка. Мы ждем в 2021 выход абсолютно нового автомобиля на российский рынок, автомобиля седьмого поколения Мазда. Это Мазда CX-30. С выходом, опять же, повторюсь, на российский рынок машина однозначно станет лидером в сегменте компактных кроссоверов из-за своего очень яркого дизайна, из-за новых систем активной и пассивной безопасности и, безусловно, из-за своей надежности, которая уже есть у всех автомобилей Мазда и с которыми клиенты уже знакомы. А есть ли уже броню эти автомобили? Конкретно на эти автомобили брони еще нет, но 15 декабря мы как раз открываем старт продаж и уже есть определенное количество наших клиентов как лояльных приверженцев бренду Мазда, так и новых клиентов, которые просто еще слышали о том, что выходит абсолютно новая машина на российский рынок. Мы все ждем этой даты 15 декабря и с этого момента мы сможем начать оформлять заказы уже на январь-февраль. Как раз эти люди станут первыми собственниками в России нового автомобиля. Ну, а вообще на начало 2021 года есть сейчас бронь? Безусловно, бронь открыта, она открыта давно, но это бронь на те автомобили, которые сейчас есть в нашем модельном ряду, это Мазда 6, Мазда CX-5, Мазда CX-9. Конечно, заказы уже есть и на январь, на февраль, и на март в том числе. То есть, это, в принципе, модели, которые уже рекомендованы? Уже давно на российском рынке. Да, абсолютно верно. Некоторые эксперты, Давид Ильич, утверждают, что за последние пять лет цены на автомобили выросли чуть ли не на 40%. Так ли это или нет? Да, это так. Но, опять-таки, если посмотреть общую температуру в больнице, да, по больнице, наверняка, это так, может, даже и чуть-чуть больше. Но это связано, опять-таки, надо разобраться, что было причиной и почему это произошло. Это все связано с колебанием курса рубля. И мы не можем быть уверены, что колебание курса рубля остановилось. Я, например, с ужасом жду сейчас декабрь месяц, потому что уже несколько лет подряд именно в середине декабря тоже происходит определенный всплеск. Если это произойдет в этом году, то это будет уже третая, как бы так, атака на нашу национальную валюту. Но, к сожалению, наша экономика не позволяет нам быть уверенным в нашем рубле. И так как комплектующие на автомобильном рынке в основном западные, то, соответственно, это как раз и есть олицетворение цены. Дело в том, что любая машина, автомобиль, который собирается здесь, я не имею в виду сейчас АвтоВАЗ и некоторые другие, которые и так условно наши, даже там есть очень большое количество импортных деталей, то, соответственно, они же не будут себе в угоду работать. Даже я больше вам скажу, что, допустим, западный производитель свои автомобили в последнюю очередь предоставляет России. Сначала он будет удовлетворять, допустим, другие страны Европы или Азии более развитые, потому что я где-то вычитал, что, допустим, тот же самый Логан на европейском рынке стоит чуть ли не полтора-два раза дороже, чем в России. Соответственно, для производителя гораздо удобнее сначала отдать это венграм, болгарам, англичанам, немцам, Саудовской Аравии или куда-то еще, чем в России. Поэтому здесь мы тоже стоим на последнее место из-за того, чтобы у нас нестабильная национальная валюта. Как только со стабильностью национальной валюты будет наведен порядок, то мы только в этом случае можем быть уверены, что цены раз цены будут. А это возможно только тогда, когда мы совершенно по-другому построим нашу экономику, когда мы не будем зависеть от экспорта нефти и газа, а у нас будет своя собственная мощная реальная экономика. Также за последние полгода эксперты говорят, что иномарки стали дороже на 9%, а отечественные на 6%. Опять-таки всегда надо смотреть, что это за экспорт и в каком временном отрезке это было сказано. Опять-таки, когда мы говорили о 40%, я думаю, что за последние три года это может соответствовать действительности. А если взять отрезок этих 9 месяцев, когда мы находимся в пандемии, тогда вторая категория цифр, которую вы назвали, тоже соответствует действительности. Поэтому это надо смотреть. Потом надо смотреть, в каком классе автомобиля это произошло. Есть эконом-класс, есть продвинутый класс. Потом производители каких стран? Это европейские машины или азиатские машины, это китайские машины, японские машины, южнокорейские или еще какие-то. Поэтому если вот так обобщать в общем, как я уже сказал, седанную температуру по больнице и взять 2-3 года, то, скорее всего, 40% подорожания это правильно. Опять же, возвращаясь к салону, который реализует автомобили, по вашим наблюдениям, цены в течение года, это нормально, в принципе, что цены растут. Действительно это ли так, по вашим наблюдениям? Да, действительно происходит так. В течение, наверное, последнего года удорожание практически по всем брендам, которые представлены в России, происходит на ежемесячной основе. И в декабре оно тоже, безусловно, будет, и в декабре, и в январе, и в следующем году. Но здесь, наверное, я хотела добавить от того бренда, в котором все-таки я работаю, клиенты Мазды, пожалуй, это единственные клиенты в единственном бренде, где есть возможность сохранения стоимости цены в индивидуальных, в исключительных случаях, сохранения стоимости цены на заказанную машину, чтобы последующие удорожания уже не производились для клиента. Такое тоже бывает. То есть, по какой цене он ее заказал? Да. Столько он по итогу за нее и выплатит? Заплатит, когда этот автомобиль придет к нему с завода. А сейчас на рынке представлены автомобили, в том числе иномарки, которые собраны в России. А как вообще на них спрос и цены? Ну, сейчас спрос и цены, наверное, есть на все автомобили, не только на иномарки, которые собраны в России, но на наш отечественный автопром, потому что есть дефицит автомобилей. Безусловно, когда мы работаем, наоборот, в профиците, когда спрос чуть меньше, чем предложение, клиент начинает уже более избирательно выбирать для себя тот автомобиль, который он планирует эксплуатировать. В последние годы, наверное, с 15-го года, вот с кризиса, с 14-го года, который перетек в 15-й год, увеличился срок владения автомобилем. Если до этого момента срок владения новой машины был 2-3 года, то сейчас срок владения автомобилем все-таки увеличился от 4 до 7, иногда и 8 лет. Поэтому люди очень избирательно, повторюсь, выбирают свою следующую машину, на которой они планируют ездить достаточно долгие периоды времени, потому что это стоимость владения автомобиля, ну и планирование бюджета ни на год, ни на два, на очень долгий срок. Д. Ильич, такая тенденция, я так понимаю, вы подтверждаете, да? Да, я подтверждаю, и здесь хочу вот с какой стороны к этому подойти. Это плохо. Если раньше действительно была тенденция такая, не просто народу пошла фраза, что машину надо менять каждые 3 года. и многие придерживались именно этому временному отрезку. А сейчас, да, сейчас действительно я абсолютно согласен, что люди владеют от 5 до 10 лет уже машин. Это объясняется со стороны автовладельца из-за того, чтобы нет свободных денег сейчас, чтобы купить новую машину. И с другой стороны, почему это плохо для экономики? Для экономики это плохо, потому что происходит омертвление капитала. мы как бы деньги, оборачиваемость денег задерживаются. Если бы это происходило бы почаще, то, соответственно, оборачиваемость была бы быстрее, и, соответственно, эта экономика была бы более живая, более живая выглядела бы, как это было совсем недавно, еще лет 5-6 лет тому назад. И наоборот, у нас возрастает доля поддержанных автомобилей, конечно, которые еще и с экологией создают определенные проблемы. И, соответственно, это еще сдерживает в плане производства заводов наших отечественных и в том числе и зарубежных по поводу производства новых машин, потому что на них, к сожалению, такого спроса, какое могло было быть, нет. Поэтому я подтверждаю это явление. Но, опять же, за три года на автомобиле можно накатать абсолютно разный пробег, да? Можно там 50 тысяч накатать, а можно и все 300. Ну, сейчас, если мы посмотрим машины в ценовом диапазоне от миллиона до полутора, до полутора миллиона у них движки у всех почти миллионники. Да, ну, как минимум 500 тысяч есть у всех, поэтому 500 тысяч накатать, это надо очень много ездить, да, это не каждый может даже за 5-6 лет. Ресурс большой, я как раз хотел сказать, что у современных машин вот именно в таком ценовом диапазоне и выше ресурс очень большой. Семен, на что бы Вы порекомендовали бы нашим телезрителям обращать внимание, покупая автомобиль с пробегом? Опять же, у него пробег-то может быть разный, состояние разное. Первое, что бы я хотел порекомендовать, это не на сам автомобиль смотреть, а где его покупаешь. В наше время очень много непроверенных продавцов, которые как раз не расскажут тебе правду всю историю автомобиля, поэтому надо обращаться к проверенным дилерам, в ком-то уверен, возможно, где-то по рекомендации. Это то, что первое. Второе, как я говорил уже ранее, большинство автомобилей с пробегом также могут иметь гарантию. Это продленная гарантия либо от производителя, либо от партнеров. Либо сам дилер может давать гарантии. Как я говорил, в нашей группе компании мы подключены ко всем программам. Toyota Tested, Lexus Select, Mazda Next, Hyundai Promise. Это те программы, которые продлевают на профильную машину еще дополнительный год, а то и два гарантии, также увеличивая пробег. Поэтому человек может купить и знать. Поэтому я говорю, надо обращаться к проверенному продавцу. Но также на остальные мультибренды мы можем предоставлять дополнительную гарантию от себя. Но что же касается покупок с улицы, то также лучше обращаться к проверенному дилеру, приехать и дилеру максимально, скажем так, мы можем оказать такую услугу в помощи подбора автомобиля. Клиент может обратиться к нам со своим продавцом и мы сопроводим эту сделку от начала до конца. Мы поможем подобрать автомобиль и поможем правильно и грамотно оформить все документы. Одно из нововведений при покупке нового автомобиля это электронный ПТС. В чем же его особенность? Многие его, кстати говоря, боятся. Прогресс наконец-то дошел и до документа оборота. На самом деле электронный ПТС очень сильно облегчает жизнь как продавцу, будь то официальный дилер, будь то уже клиент частное лицо, так и самому покупателю, потому что как минимум сделку можно совершить за один день в покупке машины. Официальным дилерам не нужно ждать, чтобы нам привез ПТС дистрибьютор, банк, не нужна вот эта временная логистика никакая. Ко всему прочему, вы просто придя в автосалон посмотреть машину, если она вам понравилась, вы можете сразу же на ней уехать, если у вас уже автомобиль с ПТС, который вы планируете сдать в трейд-ин. И опять же, нет документов лишних дома, которые вы можете потерять, испортить, получить дубликат, что скажется, чуть-чуть на понижение оценки вашего автомобиля, который вы будете сдавать. Давид Ильич, ПТС с дубликат влияет все-таки на цену автомобиля или нет? Нет, я таких исследований не знаю, но тема очень интересная. Но не должно влиять, потому что наоборот, введение электронного ПТС это облегчение. Не потеряешь, с собой, так сказать, не надо, дети или внуки не порвут, значит, любой проверяющий орган зайдет в базу, посмотрит, и там наличие. Сейчас даже больше вам скажу, что сейчас вообще рассматривается вопрос о том, что даже загранпаспорта и визы сделают электронными, чтобы вот мы эти паспорта не носили, а пришел там, а там уже в базе у тебя есть виза. Но я не об этом сейчас хотел сказать. Если кто-то думает, что это повлияет на цену, я думаю, что это как-то высосано из палца. Нет, дубликат ПТС имеется в виду именно бумажного, как раз получая электронный ПТС, мы всего этого избегаем, наоборот. Избегаем, да, безусловно. Но здесь я одно хочу сказать еще, помимо этого вопроса, оно чрезвычайно важно. Мысль хочется сказать. Дело в том, что в последнее время мировой рынок уже лет 20 рассматривает такое понятие, что когда-то в любом виде потребностей наступает некий пик насыщения. Если вот сейчас у меня было бы возможно нарисовать диаграмму, я бы нарисовал. Некий пик, который уже такими большими темпами не растет, как бы произошло насыщение определенным образом. И что дальше делать бизнесу? Дальше бизнесу надо делать следующее. В экономике есть такое понятие цена покупки и цена потребления. Допустим, мы купили автомобиль 10 тысяч долларов, к примеру. А сколько нам еще надо затратить, чтобы ремонтироваться, проходить технический осмотр, оснащить определенным тюнингом, бензин и так далее и тому подобное. вот здесь уже это уже как бы увеличивается, называется цена потребления. Сейчас основное внимание у бизнеса должно перейти не в цены покупки, а в цены покупки к цены потребления, чтобы он сам себя занял, он сам себя как бы из уже проданного товара как можно больше взял для себя и соответственно удержал клиента ближе к себе. Вот это направление будет еще трендом в ближайшие 10-20 лет. Хотелось бы еще спросить по поводу ваших прогнозов в следующий год. Да, я с удовольствием выскажу прогноз на следующий год. Опять-таки, я это не могу сказать в отрыве от состояния дел в обществе, особенно я имею в виду две категории. Первая, это ситуация с пандемией, как долго это будет длиться, будет ли у нас скоро вакцинация и будет ли вакцинация эффективна. И с другой стороны, каковы будут темпы восстановления нашей экономики. Это две очень важные вопросы, которые между собой взаимосвязаны. Потому что если экономика заработает в полном объеме, то соответственно и через полгода скажем так у людей появятся свободные финансовые средства, которые они хотели бы вложить и в автомобильном транспорте, в том числе приобретение. А если это продлится, то восстановление экономики будет медленным. И, кстати, многие эксперты именно к этому склоняются, что у нас быстрого восстановления экономики не будет. Потому что мы еще не забудьте об этом находимся уже 6 лет в условиях санкций. Потому что приток инвестиций у нас не начнется. А ток капитала из нашей страны к сожалению продолжается. Поэтому с учетом этих двух категорий я бы сделал такой прогноз на следующий год, что хуже уж точно не будет. А если будет падение в продажах не более чем на 10%, это пессимистический сценарий, а оптимистический опять-таки плюс 10% нынешнего, то есть базового года. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, далее вернемся. Эта тема дня мы продолжаем. И в конце программы все-таки хочется услышать от представителей автосалона. Какие все-таки у нас прогнозы по ценам? Цены вообще очень сложно прогнозируемые, но опять же в связи с тенденцией 2020 года конечно же уменьшения цен не будет. И скорее всего не будет стопа по повышению стоимости. Это будет рост. Рост цен главное, чтобы он был более планомерный, а не резкий. Но тем не менее надо отметить, что автомобили тоже покупают сейчас не в качестве какого-то предмета роскоши, это абсолютно необходимая вещь в семье, потому что у многих семей по два автомобиля бывает. По два и по три автомобиля многие семьи покупают, являются приверженцами определенных брендов и не меняют эти бренды. За счет этого складывается как раз лояльность клиентская к автопроизводителю, к дилеру и дилерская лояльность к клиенту. Наша программа подходит к концу. Сегодня мы поговорили об обстановке на автомобильном рынке. Гости эксперты в студии сегодня эксперт-кандидат экономических наук Давид Ильич Мамагулашвили, руководитель отдела продаж новых автомобилей Мазда Карина Рутюнова, руководитель отдела по продаже автомобилей с пробегом группы компаний важная персона авто Семен Савченко. А меня зовут Валерия Королева, мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо. Всего доброго.